В реке плохо и нам тоже. Не купаться, ни рыбы здесь ничего нет. И вообще это катастрофа просто. Какое-то природное бедствие. Настоящая свалка на воде. Мусор у моста, который ведет через проток Укана на даче острова Старикова, скапливался и раньше. Но после наводнения, которое случилось в начале июля, его стало в разы больше. Проблема обострилась. Во время баводка было все гораздо страшнее, потому что тут все бурлило. И такое ощущение было, что там остров весь вообще утонет из-за того, что здесь все перекроет. В результате ничего не сделано. И вот это все стоит, и все это сгниет. И неизвестно, когда и кто. Вот скотина дохлая была. МЧСники ее вытащили с теленком. И все на этом остановилось. Дачники только, когда нужно лезть, они подпиливают себе. Еще частично уничтожают это все. Где лесенки мужчины делали себе. Ну это же вот где-то было в Устье Кана. И все это снесло, когда вода поднялась. Откуда на самом деле вода несет весь этот хлам, не ясно. Но теперь эта некогда заповедная зона действительно напоминает болото, которое простирается на десятки метров. И чего здесь только нет. Огромные бревна, ветки, пластиковые бутылки, другой бытовой мусор. И даже тюк сена принесло водой. Сейчас все это медленно покрывается тиной. Дачники сильно обеспокоены, но понимают, что самостоятельно ликвидировать затор им не по силам. Ни у кого нет специальной техники, да и работать в природоохранной зоне им тоже никто не даст. Кто возьмет ответственность? Это техника безопасности. Это должна выполнять работа специализированная организация. Все как положено. Ну а пока местные власти за решение проблемы тоже браться не спешат, ссылаясь на то, что река имеет федеральное значение. Да и действовать, говорят специалисты, нужно комплексно. Нужно расчищать русло реки. Соответствующая заявка была подана в профильное министерство края. Сейчас вопрос находится на рассмотрении. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей. Новости.